Всем привет! Это Антон Долин на радио Долин. Вы видите елку, а значит догадались, что год подошел к концу, и пришло время подводить его итоги. Год был чудовищным, очень тяжелым для, думаю, всех, но итоги мы постараемся подвести нескучно и посмотреть на год через призму кино. Но, конечно, радио Долин рассказывает не только о кино, поэтому еще до наступления Нового года у нас 21 декабря планируется выпуск интервью с Дмитрием Черниковым, выдающимся режиссером, одним из лучших в мире, который, тем не менее, кино пока еще не ставит, потому что он ставит оперные спектакли. И поговорим с ним и об этом годе, и о его профессии, и об искусстве, и о жизни. Что мы решили сделать в качестве подведения итогов? 28 декабря, за трое суток до завершения 22 года и начала нового отсчета, мы вместе с вами нарисуем карту этого года благодаря разным фильмам. Я назову самые важные для меня и самые любимые мои фильмы этого года. Вот только что, например, «Золотой глобус», одна из самых авторитетных инстанций мировых кинематографических, назвал своих номинатов. Там есть какие-то мои фавориты, те же самые «Фабельманы» Стивена Спидорга, я только что посмотрел, или «Банши ини Шелина» Мартина Макдона, абсолютно волшебный фильм. Есть даже мнение, что две эти картины и склестнутся на оскорах, я точно этого пока не знаю. Но в то же время какие-то другие фавориты, там «Элвис» или «Нет» Джордана Пила, очень интересные фильмы, но вот они в мою десятку не попали. А какие фильмы попали в ваш список? Есть ли у вас такой список? Если не список, то может быть один фильм. Фильм года для вас. Весь год мы читали ваши комментарии, слушали ваши отзывы. Нам очень интересно, что вы скажете сейчас. Мы надеемся, что 28-го наш стрим, это будет именно диалог, разговор с вами, будет интересным и для нас, и для вас. Обязательно подключайтесь, мы точно еще не знаем времени стрима, но подписывайтесь на обновление канала Радио Толин, и мы вам обязательно сообщим, когда будем начинать. С наступающим!